Микробиология и инфекции Мои видео, мои усилия оказываются полезными для вас, для моих коллег, для тех людей, которые занимаются микробиологией, прежде всего для начинающих специалистов. Я с большим вниманием читаю все ваши комментарии и положительные и отрицательные отзывы, с большим вниманием отношусь к вашим пожеланиям. И по мере силы стараюсь выполнять ваши просьбы, которые заключаются в том, чтобы я рассказал о той или иной методике в своем блоге, на своем канале. И вот сегодня, собственно, я хочу рассказать, хочу выполнить одну из таких просьб, одного из начинающих микробиологов, рассказать о методе бактериологических смывов. Ну что же, я с удовольствием выполняю эту просьбу, но сразу хочу предупредить, что в своей практике я пользуюсь этим методом достаточно редко, потому что моя специализация все-таки клиническая микробиология, а метод смывов, он относится все-таки к санитарной микробиологии. И поэтому я еще раз говорю, что я не буду дублировать микробиологические учебники, различные методические указания, рекомендации, официальную документацию я не дублирую. Я рассказываю своими словами о принципе метода, то есть моя задача, чтобы люди не очень хорошо знакомы с микробиологией, поняли саму суть метода. А детали, нюансы, протокол выполнения, конечно же, вы можете найти в соответствующих нормативных документах. И хочу также добавить, что этот метод очень широко востребован в различных областях, прежде всего в медицине. Этот метод имеет очень важное значение в лечебно-профилактических учреждениях, и подойти к его выполнению надо со всей ответственностью. Поэтому прежде чем его выполнять, помимо моего этого видео, конечно же, ознакомьтесь, тщательно ознакомьтесь со всей нормативной документацией. Ну а сейчас давайте непосредственно рассмотрим смысл этого метода. Смысл этого метода заключается в том, что мы соответствующим инструментариям делаем мазок с какой-либо поверхности, на которой собираемся определить микробную загрязненность. Эта поверхность может быть какой угодно. Это может быть поверхность стола, пол, стена, потолок. То есть это все зависит от ваших целей. Значит, наиболее распространенный метод, наиболее распространенный способ – это отбор образца с помощью ватного тампона. Мы с вами берем стерильный ватный тампон. У нас с вами подготовлен стерильный физиологический раствор, или это может быть раствор спектона. И после этого мы, соответственно, с вами смачиваем тампон. И теперь он у нас готов для отбора, собственно, пробы, для отбора мазка. Значит, мазки, этот метод может выполняться как качественным, так и количественным методом. То есть качественный метод, он не учитывает, значит, не учитывает площади, с которой мы берем мазок. Вот, например, давайте проверим микробную обсередленность нашего маркера. То есть, как рекомендуют методические указания, номер я, один из номеров я вам скажу, значит, с маленьких предметов мазок берется со всей плоскости предмета. Ну, например, мы с вами делаем мазок со всей площади, со всей площади нашего маркера. Вот, соответственно, перчатки у нас с вами тоже стерильные, соблюдаем условия стерильности и делаем мазок со всей, значит, площади предметов. Я напоминаю, что я все показываю судьбу схематично. После этого мы помещаем наш, собственно, варный тампон в астерильный физиологический раствор. Объем этой жидкости, он должен быть нам известен. В принципе, не так принципиально, сколько мы сюда налили, кубик, два, три, но мы должны точно знать, значит, объем этой жидкости. Здесь, в данном случае, налито 2 мл из раствора, значит, после чего, ну, нам нужно, чтобы собранная микрофлора перешла в раствор. Для этого мы используем вортекс. У меня здесь нет под рукой вортекса. Мы перемешиваем на вортексе, собственно, наш ватный тампон в течение определенного времени, не менее 5 минут. В результате чего собранная нами микрофлора попадает, собственно, переходит в данный раствор. Собственно, следующий этап, следующий этап, это посев на питательные среды. В большинстве методических указаний рекомендуют метод глубинного посева. В чем он заключается? Он заключается в том, что мы делаем высев не на поверхность, собственно, питательной среды, а мы делаем высев пустую чашку Петри, берем 1 мл нашей жидкости, заливаем пустую чашку Петри, после чего берем расплавленную и остуженную до 50 градусов питательную среду и поверх, значит, нашей жидкости заливаем, собственно, в чашку Петри. Таким образом, количественный учет выросших бактерий будет более просто осуществить, потому что если мы с вами проведем посев непосредственно на поверхность плотной питательной среды, данную, например, чашку, то у нас возможен сливной рост, потому что некоторые бактерии, они растут очень быстро, некоторые, так сказать, демонстрируют раение и поэтому отдельные колонии может быть затруднен. И после этого проводим посев, собственно, на питательные среды. И, собственно, после инкубирования проводим количественный учет. Соответственно, если у нас с вами мы провели посев одного миллилитра, а здесь будут два миллилитра, то полученное количество, допустим, 10 бактерий у нас, здесь колония образующих единиц, мы с вами должны умножить на 2, и тогда мы получим ориентировочное число бактерий, которые у нас содержались на поверхности данного маркера. То есть, собственно, здесь мы не проводим учет на единицу поверхности, то есть на квадратный сантиметр площади. Итак, это был, что называется, качественный смыв, качественная методика смыва. Кроме этого, существует и методика, количественная методика смыва. Ее смысл в том, чтобы мы получили числовое значение кое на сантиметр квадратный. То есть, сколько бактериальных клеток у нас содержится на 1 квадратный сантиметр поверхности, исследованной поверхности. Значит, соответственно, чтобы получить количественный результат, мы с вами должны брать мазок со строго определенной поверхности. Как этого добиться? Этого добиваются с помощью трафарета. Самый простой трафарет позволяет нам взять мазок с известной площади. Самый простой вариант. Мы берем лист бумаги и вырезаем квадрат определенной площади. В данном случае я вырезал квадрат 5 на 5 сантиметров. 5 на 5 – 25. То есть, соответственно, у нас эта площадь 25 квадратных сантиметров. И, собственно, допустим, мы с вами хотим сделать мазок вот с поверхности этого контейнера или, например, с поверхности стены. То есть, хочу заметить, что мы сделали с вами этот трафарет, и перед использованием его обязательно нужно простерилизовать. То есть, у нас с вами все должно быть стерильно. Итак, мы берем с вами этот трафарет, стерильный тампон. Опять же, смачиваем его в тезороскоре. Я уже не буду в этот момент акцентироваться. Прикладываем к поверхности. И, собственно, штриховыми движениями делаем мазок со всей площади. Сделаем мазок в разных направлениях, взаимно перпендикулярных. Дальше все этапы у нас повторяются. То есть, мы опять вносим тамшлот в определенный раствор из раствора. Опять на бортах сейчас тщательно перемешиваем и делаем количественный посев. То есть, опять засеваем на питательные следы. И после этого проводим количественный учет. Соответственно, допустим, у нас мы провели... Здесь у нас было с вами 2 миллилитра физраствора. 1 миллилитр физраствора мы посеяли. Провели учет. У нас получилось на чашке 10 колоний. Учитывая, что мы здесь было 2 миллилитра, умножаем на 2. Получается 20 миллилитров кое колоний, образующих единиц. 20 кое. А какая у нас была площадь? У нас была площадь 25 сантиметров квадратных. Теперь мы можем поделить полученные значения и получим, какая у нас микробная обсемененность на 1 квадратный сантиметр поверхности вот этой самой стены. И следующий еще один из вариантов данного метода заключается в том, что мы берем с вами стерильную салфетку для того, чтобы взять снова стерильную салфетку определенной площади. Вот как раз таки у нас есть такие с вами стерильные салфетки. И как раз таки их площадь составляет 5 на 5 сантиметров. Мы берем эту салфетку, то же самое можем сделать смыв с какой-либо поверхности, но наиболее часто салфетки такие используют для того, чтобы делать смыв с рук. Смачиваем ее в стерильном физрастворе, делаем смыв и после чего помещаем определенное количество жидкости, которую мы смачиваем. Я для этих целей использовал бы вот такие контейнеры для биологических образцов. Очень удобно ими пользоваться, они стерильные, туда, собственно, очень хорошо помещается такая, очень хорошо поместится вот такая, собственно, салфетка. И после чего, собственно, вся методика у нас будет точно такой же, как я описывал, собственно, до этого. Итак, метод с помощью салфеток с определенной площадью, это еще одна разновидность метода получения материальных смыв. Вот, хочу остановиться на таком моменте, какие питательные среды используют для посева. Это зависит от того, от цели вашего, собственно, анализа. То есть, одной такой целью может быть определение общего микробного числа на поверхности. То есть, мы учитываем количество МАФАМ, мизофильной, аэробной и факультативно-анайробной микрофлоры. То есть, если у нас с вами стоит задача определения общего числа микроорганизмов, аэробных микроорганизмов, мы используем питательные среды общего назначения. Это мясопептонный агар, третиказовый соевый агар и так далее, и так подобные. То есть, неселективные среды, которые поддерживают рост подавляющего большинства микроорганизмов. Бывает, что необходимо сделать смыв для выявления строго определенных групп микроорганизмов. Например, стафилококков. Тогда мы с вами делаем посев на селективные среды для стафилококков, такие как среда Байдер-Паркера или желточно-солевой агар. Выделение бактерий групп кишечной палочки. Очень важное санитарно-значимое исследование. Там, опять же, используют свои среды для селективного выделения и накопления кишечной палочки. Все эти нюансы описаны в соответствующих методических указаниях. Номер одного из них я вам сейчас скажу, и вы его найдете в описании к этому ролику. Это методический указание МУХ 4.2 2942-11. И оно описывает методику проведения бактериологических исследований в лечебных организациях. Это то, о чем я вам говорил. Методика, что в лечебных организациях эта методика очень востребована для контроля микробного загрязнения в медицинских помещениях, медицинского оборудования и так далее и тому подобное. И вот в этих методических указаниях в том числе описан и метод смыва. Ну что ж, уважаемые коллеги, наш сегодняшний выпуск подходит к концу. Я жду в комментариях ваших отзывов. Еще раз повторяюсь, если коллеги, которые часто пользуются этим методом, нашли в моих объяснениях какие-то неточности, пожалуйста, расскажите об этом в комментариях, чтобы все наши коллеги об этом знали. Я надеюсь, вам стала более понятна методика выполнения бактериологических смывов. Спасибо, что были на канале «Мекробиология и инфекции». Подписывайтесь на канал. С вами был Роман Овчинников. Всего доброго. До новых встреч, друзья.